Благодарим Тебя, Господь, за всё, за то, что Ты дал нам связь, за то, что Ты даёшь нам силу, за то, что Ты даёшь нам слово, за то, что Ты даёшь нам мудрость. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Анечку в проведении этого собрания. Ты с нами, мы рады. Аминь. 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 Скажем аминь, аминь. 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 Дорогие, возьмём две минуты и давайте все включим сейчас микрофончики и помолимся на языках. Горячо прямо помолимся. Поведёт. Две минуты мы берём. Кантере. Кантере. Прорисума, ларик안тери суприя. Кантере. 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 Спасибо. Спасибо. Поделитесь пожеланием, кто что ощутил сейчас, кто почувствовал атмосферу. Либо что изменилось. Пару человек. Кто самый смелый? Кто самый чувствительный? За две минутки. Вдохновение. Водушевление. Восторг. Вдохновение. Восторг. Аллилуйя. Единство. Настроение. Вдохновение. Единство. По-разному. Мы все разные. И пути получения информации, даже той же самой чувствительности к атмосфере у всех разные. Есть люди чувствительные, которые схватывают атмосферу. Заходишь в помещение, видишь незнакомого человека и уже понимаешь. Нравится тебе, не нравится тебе напряженная атмосфера, радостная атмосфера. Какая атмосфера? Есть другие возможности почувствовать, да? Есть другие возможности получить эту информацию. То есть все настолько разные. Но вот это вот донесение информации до нас, вот эта работа Духа Святого, она для всех разными путями. Но так или иначе она приводит к миру, к покою и к единству. Несмотря на различия. Несмотря на то, что мы все такие разные. Кто-то, да? Визуал. Кто-то аудиал, да? Хорошо быть здесь в нашем собрании аудиалом. Вот. Поэтому убираем. Все вот Господь прям сейчас просто убирай. Вот эти комплексы, которые просто нас преследуют по жизни. Необходимость собраться в классе. Необходимость наблюдать, да? Визуально, тактически ощущать Господь. Мы сейчас провозглашаем, что твой Дух дышит, где хочет. Мы берем это для себя, эту возможность питаться сейчас здесь в единстве Твоим Духом. Я немножко сейчас повторюсь по теме. Мы с вами немножко посмотрели, как было и протестантское движение, да? Как двигались пятидесятники, харизматы и как начало образовываться пророческое движение. Сейчас все знают о необходимости пророческого движения, об этом много говорится. Уже много школ открылось пророческих. Есть пророки в церкви. Это не скрывается уже. Это уже не из разряда чур меня-чур меня. Это уже приветствуется. И об этом говорят уже многие, о том, что как же это необходимо, как же это необходимо, да? Более же всего, да, о том, что вы пророчествуете, да? И вот это вот движение в пророческих дарах, об этом говорится в Первом Коринфе. То есть, когда мы, помните, в прошлый раз читали, дух молится, но разум плода не приносит. На языках просто молиться и просто, и поклоняться просто, и просто выражать чувства. Но разум при этом, он не назидается, он не получает в пище, питание. Да, дух горит. Да, у нас появляются какие-то душевные ощущения. Есть ощущение мира, есть ощущение покоя, есть ощущение единства. Но при этом разум, он не назидается. Нет той пищи, которая бы была полезна. Мы не понимаем, о чем мы говорим, да? Да, и вот такая реплика, да, что, а зачем говорить на языках, да? То есть, это инструмент, евангелизация, это для тех, да, то есть, приходишь в невиноком устрану, говоришь, допустим, на этом языке, тебе дух святой наполняет, и ты евангелизируешь, несешь Писание. Соответственно, той историей, которая описана, да, у первоапостольской церкви, что они говорили, и все понимали вокруг каждой свое наречие. А сейчас мы говорим, мы говорим, и кто же нас поймет? Для чего это? Дух, да, дух нас назидает. Дух, говорим, воздыханием неизреченными, ходатайствует за нас, какие-то проблемы наши может внутренние решать. Но разум, он стоит, он не расширяется. И пророческое движение, это, конечно же, Божья воля. Это Божья воля снарядить, дать вот разуму, получать тоже питание, получать пищу. И давайте, можете не записывать это, я просто приведу пример. Это и первое царство, деяние, использование пророческих служителей для активации помазания. Мы получили какое-то слово Рима для себя, мы приняли это верой, по благодати и получили. Я минуточку беру, принимаю те, кто в зале ожидания. Помним, что даже на примере Самуила, да, когда идет помазание царей, есть определенный человек, пророк, пророческий человек с даром, да, пророка, который имеет власть, да, но ему от Бога помазывать человека, да, на то же самое, на царство, на служение, на дела. И этот обряд освящения, он сопровождался сходом Святого Духа на этого человека. И тот человек начинал обладать способностями ранее для него, но не присущими. Вспомните Исаула, да, когда его помазали на царство, и Самуил ему говорит, вот случится то-то и то-то, ты встретишь таких-то людей, ты встретишь сон пророческий, и он вошел в этот сон и начал тоже пророчествовать. Так что другие люди говорили, неужели у нас Исаула в числе пророков. И написано, да, что Дух Господень с этого момента будет на тебе и всегда с этого момента. То есть вот этот момент, помазание наделяло его Святым Духом, который сопровождал его всегда, да, во все дни, когда он был послушен Господу. Тот же момент с Давидом, помазание. В деяниях там интересный такой момент, когда возлагали, да, руки на служителей. Была группа служителей, и Господь, вот определите мне вот такого-то и такого на служение. В Антиохе, это деяние апостолов, 13 глава, с 1 по 3 стих. В тамошней церкви были некоторые пророки-учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луцик и Линьянин, им Маннаил, воспитанник Ироды, четвертовластник и Саву. И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Возложением рук, передача помазания на тех людей, которых изначально определил Бог, но через людей наделил властью нести определенный вид служения с определенными дарами. И путь всегда одинаковый. У Господа, вот он всегда, Христос тот же вчера, сегодня и в вечности. И в каждом движении вот этот путь, которым приходит откровение, и это откровение потом находит применение в делах, он является обязательным и одинаковым. То есть у Бога есть времена и сезоны для каждого движения, но сам путь, он происходит одинаково. Если происходит, если мы знаем, если мы знаем этот путь, не нужно торопиться. У каждого свои времена и сроки. Но и так же, зная времена и сроки, но не зная этот путь, можно оказаться вдалеке от него. Можно пойти не таким путем. Сейчас, да, многие говорят, что о последнем времени. О последнем времени говорили еще в 80-х годах, когда я была маленькой, я помню, как ходили в церковь мои родители. И я была ранним ребенком, у меня мама еще училась в университете, у них была такая компания. И все, просто все решили уйти и с институтов, и с академий, потому что в последнее время пришло. Зачем учиться, когда пришло в последнее время? Это было тотально вот это вот. С одной стороны, люди так горячо горели, и было такое явное проявление и даров, и видели видение, и были исцеления. Вот этот тотал эффект Божьего присутствия, но поторопились. Вот это вот решение, да, отделиться от мира, решение тотально бросить работу, учебу, оно не всегда сыграло, не во всех случаях сыграло положительную роль. Для всего есть определенные временные сроки. Последнее время оно вообще началось, кто знает, когда началось последнее время. Может, оно будет. С воскресения Иисуса. Да, да, да. Оно началось уже тогда. И есть другой вариант, да, трактовки, что дары были, они были у апостолов, они были у тех семидесяти, да, учеников, которые пользовались всем, которых Иисус лично послал. Они есть у каких-то выдающихся личностей, но на самом деле очень важно, вот важнее всего чинность, воспитание, вот это благородство, смирение в церкви, и такой страх и боязнь нового, она тоже, она тоже, вот эта вот настороженность, это о чем говорит, что нет развлечения, нет мудрости, нет знания об этом. И это тоже держит вдалеке, это держит, это причем такая стена, такая стенка, когда лучше пусть будет внешне хорошо, чем мы куда-нибудь там в ересь уйдем. Лучше пусть будет, ну вот чтобы и со стороны казалось, что все нормально, чем мы будем разбираться с тем, что там внутри. Ну, нас так устраивало, всегда так вроде было, вот эти дары, они были вот тогда-то, это все давно прошло, это все, что сейчас, это как бы только не для нас, это внесет смуту, это вот каждый будет говорить, что хочет, и куда мы пойдем всем лидерским составом, да, во главе с нашим уважаемым пастором, который не обладает даром пророческим, куда мы все пойдем, если каждый сейчас будет пророчествовать. И знаете, дорогие, я не говорю о том, что поместная там церковь, любая церковь, это плохо, речь о том, что речь вообще не о людях, какие люди плохие, речь о том, что Господь, если это нам дал, Он не дал, чтобы мы об этом знали, Он дал, чтобы мы этим пользовались, Он дал, чтобы мы это применяли, Он дал, чтобы мы в этом росли. И когда по вере принимается, тогда Он даст возможности в этом двигаться. Когда по вере принимается, Он даст возможность в этом расти. Это абсолютный запуск, абсолютная активация. О полноте времени напомню, что и когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Полнота времени. Он был обещан, Иисус был обещан до сотворения мира. До сотворения мира был обещан. Почему Он пришел, когда пришел? Почему до этого и были пророки, и был Дух Святой, и было 400 лет до тьмы, молчания? Почему не раньше? Почему именно в тот момент? Почему? Хотя был обещан. Почему сейчас пророческое движение? Почему не раньше? Почему сейчас такое идет излияние Духа Святого? Почему сейчас об этом говорится, как о необходимом инструменте, чтобы нести Царство Божье на землю? Почему не раньше? Полнота времени и у Бога в свои временные сроки. Сколько лет у нас вообще Россия находилась под гнетом социализма. А сколько лет не говорилось. И духовность человека, она просто была за решеткой. Нет, таких вещей не существует. Сейчас я просто вижу, как поднимается вот это поколение, которое жаждет, которому открыто большее, которые, возможно, сидят и они-то внутри знают, что они духовные люди. И такая жажда, я вижу такую жажду у людей и несогласия, потому что этот вот внутренний позыв, вот ничем не закрыть этот внутренний позыв. Я когда смотрела на человека с кафедры, да, и Бог давал мне мудрость, и я знала, я знала и видела человека, и Бог мне показывал, его реального, и у меня такое непонимание было, а почему он говорит о Боге, если там такое несоответствие жизни, а слова-то говорить легко, слова говорить легко, а потом человек через год уходил. То есть во мне это уже было, и знаете, у каждого есть, у каждого есть дарование, у каждого Бог выделил это, вот это сверхъестественное, оно не ломает ни наш характер, ни наше, ни наше вот внутреннее, то, что мы имеем уже, сверхъестественное, оно еще и больше поднимает то, естественное, что в нас заложено. Вообще Бог, он творческий очень и творческих людей, ну, это, это, знаете, это вот вот внутрь загляните и вспомните все, чем вы любили заниматься в детстве, или чем, представьте, просто ребенка, что он любит делать, танцевать, радоваться, петь, подпевать, посмотрите, как дети зажигаются от любой атмосферы, они схватывают, если атмосфера радости, там не надо уговаривать ребенка, и, ну, это, он сам, у него это играет, он сам пойдет, он не будет смотреть, кто там вокруг, он выйдет на сцену, будет подплясывать вместе. Я не говорю возраст, 12-13 лет, подростковый возраст, когда включается. я говорю о маленьких детях, у которых это вот все, все на виду, все на виду, кем это вложено, кем это вложено, да, Господом, радоваться перед его лицом, петь песни, плецать, танцевать, да, прославлять, вот этим, этим прославляется Господь и творчество, рисование, да, красота, пение, игра на инструментах, это все инструменты для прославления Господа изначально были, изначально это все принадлежало Господу и принадлежало именно его поклонению. Все, все то творчество, которое мы благословим, рисование, вспомните, как Господь поручил делать, да, гранатовые особые, да, яблоки для скини и насколько там даже указал конкретного человека, которого говорит, я ему еще больше дам, да, разумения, да, и мастерства для моего служения, я его еще больше благословлю, вижу, что он хороший в своем деле, я его еще благословлю в этом мастерстве. Это все в нас заложено. Бог никогда не требует сломаться и смириться настолько, что просто в коробочку забраться и смирение с смирением только достигать глубин Божьих. Это всегда идет через покаяние, но это в итоге ведет всегда к радости и в Божьем присутствии. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 12 главу 7 по 11 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, а иному истолкования языков». И эти сверхъестественные дары Святого Духа это составная часть наряжения, которую я должен использовать каждый Святой для каждого, для каждого. У меня сейчас будет такое небольшое, какая-то что-то вроде демонстрации, я попрошу Владимира выбрать двух человек, сейчас мы возьмем тоже время, помолимся на языках, и да, Владимир, выбрать двух, трех человек, и можно сказать, слово знания, слово мудрости, или пророческое слово небольшое для для тех людей, тут как давайте возьмем две минуты, не две минуты, одну минуту возьмем, помолимся на языках, можно включить микрофоны, Продолжение следует... 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 И оно воспринимается именно тем человеком, который это получает. То есть вы для себя, когда получили, да, Максим и Екатерина, вы размышляете, всегда можно сверять это с Писанием, всегда это нужно сверять и выносить на свет перед Господом. И если принимается пророк, да, принимается его пророческое слово, то это слово, оно даст кровь. То есть это семя посеяно, оно никогда не будет посеяно зря. Основание любого пророческого слова, да, это любовь. Это никогда не с позиции сверху, да, учителя. Я думаю, ты-ты-ты, или Бог мне сказал, ты-ты-ты-ты-ты, мы говорим, Бог мне сказал, но и позиционируем себя, да, как Иисус, который омывал все ноги. То есть у меня такая всегда позиция была, что если я не могу этому человеку омывать ноги, если у меня что-то, ну вот какая-то, и я не говорю это про стеснение, это не об этом речь, если у меня какая-то вот такая вот неприязнь, может быть, к человеку запросто, не понравился, не так одет, не так посмотрел, когда рот открыл, вообще лучше бы не открывал. Неприязнь, неприятен человек. Убираем. Все, что внешне убираем, и это всегда посыл от Бога, это всегда с любовью. И знаете, дорогие, наши слова – это огромная ценность. То, что мы говорим, это всегда огромная ценность. А когда этот человек принимает, это вообще такой эффект. Слово, слово, очень ценное слово. Мы сейчас, знаете, сделаем такую небольшую практику. Друг друга благословим. Благослови буквально одной фразой, да. Допустим, Екатерина, я продолжаю, Екатерина. Пан Благита, да. Благословляю. Благословляю сейчас твой дом. Благословляю твою семью, твоих родных, твои финансы, сферу работы. Твое окружение будет благословлено во имя Иисуса Христа. Передаю микрофон Светлане Пьестовой. Она будет говорить слово для Лусине, а Лусине будет говорить для Светланы. Лусине, благословляю тебя, благословляю тебя, и поток благословлений льется на тебя сверху, сверху от Господа нашего. Поток льется на тебя, на твоих близких, на твой дом, на здоровье, на сферу, в которой ты работаешь. Особенно на детей. Все благословления у твоих ног от Господа твоего. Аминь. Светлана, благословляю тебя легкостью в том деле, который ты несешь. Легкостью движений, легкостью в заботах о ближних. Просто это как вуа легкая с небес, пусть будет одеянием для тебя. Благословляю светом те пути, куда ты идешь. Благословляю мудростью в словах, с которыми ты будешь, с людьми, с которыми ты будешь встречаться. И благословляю еще раз легкостью, легкостью движений твоих. Аминь. Спасибо большое, я все принимаю. Аминь, аминь. Братья драгоценные Владимир и Максим. Давайте я, Владимир, если не против, помолюсь. Я тебя, Владимир, благословляю, на твоем пути, на твоем расширении получения, на реке Око, божьих даров, на реке Око. Я тебя благословляю в манной небесной, чтобы всегда у тебя была пища и финансовая благодать, во всех делах которых ты будешь участвовать, Божьих, чтобы у тебя было всегда наполнено твой сосуд внутренний, и благодать была всегда полна в тебе. Аминь. Я благословляю тебя, Максим, брат, всеми духовными благословениями небес. Я высвобождаю в каждую сферу твою изобилие, потоки изобилия, избытка и переизбытка. Я высвобождаю преуспевание и здравствование твоей души, и так как преуспевает и здравствует твоя душа, преуспеваешь и здравствуешь и ты, и все сферы твоей жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Анастасия и Мирослав. Можете начинать, да, да, да. Мирослав, благословляю тебя во имя Иисуса Благословляю твое здоровье Благословляю финансовое состояние Благословляю твою семью во имя Иисуса Пусть наполняется твоя душа добротой и любовью во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Благодарю, принимаю И также тебя благословляю на всех путях твоих Во всех твоих делах Имя Иисуса Христа Пусть Господь наполняет твою жизнь радостью, любовью, благополучием Твою семью, благословений всем твоим родным, близким И пусть Господь оберегает, вдохновляет на новое свершение, на новое знание, дарует мудрости Аминь Юля Захиняк, Наташа Радченко Ой, очень рада Очень рада, что могу благословить Юлечку Юлечка, драгоценная сестренка, я благословляю тебя миром Божиим Всяким устройством Господа, всяким порядком во всех сферах Я благословляю твой дом, я благословляю твое жилище, я благословляю твою семью И всех, кто в твоей семье Я благословляю твой круг, который тебя окружает, чтобы тебе было комфортно в нем Чтобы все те благословения, которые от Отца Небесного к тебе идут, шли через тебя И благословляли всех, кто рядом с тобой Потому что ты источник благословения, там, на том месте, где ты есть Ты прекрасная доченька Божия, обожаемая доченька Божия Сколько, сколько всего, всего Господь тебе дает Пребывай в его любви, благословляю еще большим потоком Ну, даже не знаю, как еще большим, потому что Господь дает все Благословляю тебя обильно, чтобы во всех сферах О которых ты думаешь, не было недостатка Везде был избыток Божьих чудес, Божьих благословений Во имя Иисуса Христа, пусть будет довольство во всем у тебя И изобилие всего самого прекрасного во всех сферах и на всех уровнях Крепкого иммунитета и в здоровье духовном И в здоровье физическом, и в здоровье души В имя Иисуса Христа, аминь Аминь, принимаю Принимаю Меня слышно? Да, да Да Благословляю тебя, драгоценная сестра Благословляю тебя во всех путях Пусть Господь усмотрит все твои пути И направит тебя по пути своей правды И благословляю тебя именем Иисуса Как даятельницу Всегда будет чаша твоя наполнена И каждого человека, которого пошлет тебе Господь Ты найдешь Чем ободрить Чем Что сказать ему Пусть Господь наполняет твои уста И пусть Господь наполняет твои руки Чтобы ты была всегда дающей Дающей и принимающей Я благословляю тебя течь в славе Божьей Пусть через тебя протекает Божья жизнь Божье дыхание Высвобождаю в тебя Божью жизнь В нетлении, в изобилии, в радости И в любви Отца Небесного Аминь Аминь, аминь Принимаю Соединяюсь с этим словом Мое Спасибо, Юлечка Слава Господу Приветствую Елену Самуилову Очень рада видеть И у нас еще есть Николай и Павел Можете включить микрофон Благословите друг друга Павел первый или я начну Николай, говорите Я говорю для Павла Да благословит тебя Господь Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим И помилует тебя Да откроются верхние и нижние источники Благодати Божией на тебя И на твою жизнь И на всех Куда ступит твоя нога Пусть Слово Божье и Дух Святой Наполняют тебя этой рекой жизни Чтобы в тебе были источники воды живой Чтобы у этого источника находили И утоляли жажду свою Находили радость Божью Близость Божью Пусть страх Божий наполняет твою жизнь Чистота Простота во Христе Господня И мудрость Божья Да прилепится душа твоя и сердце твое Господу Богу твоему Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Павел пишет, что Так, организатор Я наоборот Да, я вижу, что организатор запретил Почему-то пишет Я наоборот нажимаю Попросить включить Не знаю, с чем это связано Можно написать Можно написать в чате Либо личным сообщением Потом, да Личным сообщением Николая Благословения Дорогие, смотрите Наши слова Это сила Мы имеем право Благословлять определенные сферы Выключите учителя в голове И благословите Бог Это история не о том Чтобы, да Чтобы муж не пил Не курил Да, и цветы всегда носил Как Лидия Петровна говорит Мы благословляем Определенную сферу человека Все, что идет Вот это вот привычное Чтобы твои пути были с Господом Это все по-человечески Это не к осуждению Но опять же это по-человечески Когда мы выступаем в качестве избранного рода В качестве священников Да, царственное священство Мы это слово говорим от Господа В жизнь человека И мы этим благословением уже решаем эти проблемы Мы благословляем дом Соответственно, рушатся цепи И рушатся те основания Которые причиняют вред этому дому Мы благословляем финансы Соответственно, рушатся цепи и основания Чтобы держать и удерживать эти финансы Благословение Это мощнейшее оружие Благословение Умейте Говорить слово, да, со властью Слово со властью Одно лишь Я благословляю тебя Не сказано так Да, я благословляю тебя Уж замучил Благословить тебя, Господь Нет, сказанное действительно Я тебя благословляю У меня есть крепкое основание Да, мой Господь содержитель И он мне дает такую огромную любовь внутри Что я тебя могу словом благословить Я Елене передаю микрофон Давайте сделаем так Елена Екатерина Хандогина Благословите друг друга Ирина, я благословляю тебя И все благословения, которые Господь приготовил тебе Дай аминь Возьми его слово Возьми его вовнутрь И через это слово Проложи путь Которым ты идешь И иди к своему предназначению Ничего не бойся Потому что это слово Оно как огонь Оно будет прокладывать тебе Этот путь Аллилуйя Этого достаточно Елена, это просто уже пошел Пароческий поток запустился Елена, я принимаю каждое слово Дай аминь И в ответ я тоже хочу тебя благословить Во имя Иисуса Христа Быть светом в этом мире Быть солью в этом мире Я хочу благословить Дело То, чем ты трудишься Твое дело Я хочу благословить Твоих близких Я благословляю Твой дом Я благословляю Окружение С кем ты общаешься Чтобы ты была солью В этом окружении Я благословляю тебя Возрастать в Господе Я благословляю тебя Постоянно укрепляться В вере Идти только вперед Никогда не слушать Голос дьявола Во имя Иисуса Христа А слышать только то Что говорит тебе Господь Аминь 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 Спасибо, Екатерина Спасибо, дорогие Вот На самом деле Вот за эти 20 минут Вот если вы услышали Что-то, что имеет Отклик в вашем сердце Даже если это было сказано Другому человеку Мы имеем право Это тоже брать и для себя И сказать Да, я тоже это принимаю Я принимаю благословение В свой дом Я принимаю благословение В свою семью Я принимаю благословение В сферу своих финансов Я принимаю эту защиту И охрану Господа На всех моих путях Поэтому берите это Берите это Для себя, дорогие И я хочу сейчас Еще одного человека Попросить И сказать слово Для всей команды Я прямо чувствую побуждение Прямо высвободить слово Для всей команды Я сейчас Попрошу это сделать Юлю Захивняк Юля, можно включить микрофон И Благословить все собрание Дорогой отец Я благодарю тебя За нашу команду Я благодарю тебя За обильное присутствие здесь Я молю тебе, Господь Чтобы ты скреплял сейчас Нас Как Твоих детей, Господь Как твоих служителей, Господь Соединял нас Узами любви Узами Твоего мира Радости Господь Теми узами Которыми Которыми скрепляешь Только ты, Господи Благослови каждого Возрастать в тебе, Господь Приближаться к тебе Познавать тебя Я высвобождаю во имя Иисуса Дух единства Чтобы нас объединял Твой Дух Дух Божий, Господь Я молю тебя Сердце каждого Говори каждому Во имя Иисуса Говори то, что Ты предназначил, Господь Я Благословляю Своих сестер и братьев На принятие Твоей истины На принятие Твоего слова На принятие Всего, что Ты предназначаешь, Господь Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аминь, аминь Аминь, аминь Аминь, принимаем Аминь Просто все Просто молодцы Нереальные И Господь сейчас Тоже высвобожу Господь говорит Для собрания Для каждого из вас Я избрал тебя Я избрал тебя И этот путь По которому ты идешь Он не сложен Он не сложен Убери слово Сложно У меня все просто У меня все просто Благодарность в сердце Она открывает гораздо больше Чем усилия Твое усилие Сохрани Благодарность мне И я открою тебе Великое Недоступное Дорогие Я благословляю каждого Мне надо вовремя Остановиться Иначе буду вас Благословлять Еще целый час Общение с вами Просто захватывает И Господь Пусть твой мир Вот сейчас Вот этот шалом Твой покой Сопровождает Каждого участника Ты открываешь И ты показываешь Себя больше И мы берем это Сейчас для себя И берем эти Обещания Благодать В свою жизнь И говорим Тебе вся слава Тебе вся слава Дорогой Тебе вся слава Отец Аминь Можно включить Микрофончики Аминь 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 Дорогие Я завершаю Собрание Всем шалом 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok